Итак, друзья, астропрогноз, конечно, повременит, а вот Владимир Барышев ждать не будет, тем более он уже скорее хочет ответить на ваши вопросы и ваши звонки, друзья. Вот он, наш любимый, долгожданный, постоянный друг нашей программы, адвокат и юрист Владимир Барышев в пятничной рубрике «Спроси юриста вживую». Да-да-да, с экспертами. Владимир, доброго утра. Доброе утро. Владимир, вы сегодня в костюме, у вас судебный процесс, заседание намечается, нет? Какое-то важное? Визит к вам всегда важное событие, я как на праздник с галстуком. Это радует. В любом случае, Владимир, сегодня у нас очень щепетильная тема, которую мы хотели бы с вами обсудить. Пособия на детей от полутора до трех лет, которые будут уже со следующего года, с 2020 года, эту тему хотим обсудить. Друзья, их, безусловно, хотим, чтобы вы присоединились к нашему диалогу с помощью ваших вопросов по телефону 236-95-37. Звоните прямо сейчас и задавайте Владимиру свои вопросы по данной теме и не только. Мы готовы ответить на все. Но начнем все-таки с темы пособий. В двух словах, что это будут за пособия? И чем они вообще отличаются от декрета? Непонятно, потому что от полутора до трех лет, ну, есть люди, которые декретные получаются, находясь в декретном отпуске. Да, действительно. Значит, проблема назревала очень долго. Более 20 лет, даже более 25 лет. От полутора до трех лет женщины получали 50 рублей. В этом была какая-то стабильность, но денег явно не хватало. 10 рублей вообще? Вообще, в месяц. Не в день, а в месяц. В месяц, да. Не в час, не в день, а в месяц. Поэтому многие даже пренебрегали этим пособием, этой выплатой, не забирали ее. И этим летом свершилось долгожданное. Данное событие затронет по подсчетам более 70% семей в Российской Федерации. Будет выплачиваться пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет. Вот, напомню, что раньше от полутора до трех лет женщины имели возможность находиться в отпуске по уходу за ребенком, но уже не получали ничего, кроме 50 рублей. Да, поэтому возникала проблема, в том числе и финансовая проблема. Ну да, как воспитывать или как выйти на работу, если тут ребенок? Подождите, логичный тогда вопрос. В каком размере сейчас это будет пособие? Да, вопрос хороший. Пособия должны увеличить во много-много раз. Оно будет составлять прожиточный минимум для ребенка на территории конкретного субъекта, где проживает семья. К примеру, на территории... То есть он как полноценный член семьи, да? Да. На территории Красноярского края прожиточный минимум для ребенка со второго квартала 2019 года составляет 13 192 рубля. Это достаточно весомая сумма. Ну, по сравнению, да, особенно с той, которая была. Вот. Условиями получения данного пособия будет являться следующее. Вы должны быть гражданами Российской Федерации, иметь средний душевой доход на семью, который не превышает двух прожиточных минимумов. То есть, грубо говоря, 27 тысяч, да? Да. А для взрослого 13 452 рубля с недавних пор. Значительная сумма, как я уже сказал, более 70% семей смогут этим воспользоваться. Причем нет привязки к работе. То есть мама ребенка, отсидев полтора года в отпуске по уходу за ребенком, может выйти на работу и подать на получение этого пособия. Самый главный критерий, чтобы ваш средний душевой доход на семью не превышал двух прожиточных минимумов. Какой подводный камень, сразу хочу оговориться, прожит средний душевой доход, необходимо считать без вычета подоходного налога. То есть до его вычета. Это важный момент. У нас уже есть первый телефонный звоночек. Давайте познакомимся с нашим телезрителем. Алло, доброе утро. Как вас зовут? И ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Ваш вопрос. Я сирота. То есть не могу добиться квартиры. Мне суды отказывают. Говорят, что я совершеннолетний за 30 лет. То есть я не знал, я никакие непособия не получал, ничего. И в суд меня признали сиротой, то есть вот это я добился только. Все, у меня документы эти на руках есть. Но подавал в Красноярский суд, Красноярский суд не отказал. Скажите, пожалуйста, сколько вам лет? Сейчас 39. 39 лет. Когда вы обратились за получением квартиры, сколько вам было лет? 35. 35 лет. То есть я не знал этого закона, мне человек помогал. То есть мы добились все, все документы собрали, когда у меня родители умерли. Дмитрий, к сожалению... Учился в училище, в 97-м закончил, но мне никто ничего не объяснил. Просто выпустили, я несовершеннолетний был. А сейчас обращался в училище за справку, что якобы я сирота. Они говорят, ты у нас не учился и все. Дмитрий, вопрос ваш понятен. К сожалению, вы не имеете права уже на получение жилого помещения в связи с достижением предельного возраста, а это именно 23 года, если я не ошибаюсь. По истечении этого возраста вы уже вышли из категории граждан, которые могут претендовать на жилье. Необходимо этим вопросом заниматься сразу же после того, как вы окончили обучение и съехали с общежития, которое предоставляется, конечно же. А на какие льготы сейчас может он рассчитывать? Сейчас только в связи с состоянием здоровья, если он является инвалидом первой-второй группы, если он имеет какие-либо заболевания или несовершеннолетних детей в целом, 39-летний мужчина без каких-либо заболеваний, он трудоспособный и на льготы может быть. Ну и уже не учитывается биографически. У нас подсказывают, что есть еще один звоночек. Давайте познакомимся с нашим следующим телезрителем. Алло, доброе утро, как вас зовут? И задавайте свой вопрос. Меня зовут Людмила. Здравствуйте. У меня вопрос по компенсации детям до 3 лет. Влияет ли год рождения ребенка на эту компенсацию? Год рождения ребенка на компенсацию. Какой это ребенок у вас родился? Второй, третий? У меня ребенку сейчас 2 года. 2 года. Так. Я не работаю, садиков нет. А у вас? Я право на эту выплату. Вашему ребенку 2 года. Скажите дату его рождения. Так. 17 августа 2017 года. К сожалению, на выплаты вы не будете иметь права, потому что выплаты начинают выплачиваться с 1 января 2018 года. То есть ребенок, родившийся в 2017 году, к сожалению, под эту реформу уже не подпадает. Но если у вас родится второй ребенок, то вы будете иметь право на получение выплат. Вот. Ну и плюс там еще материнский капитал. Вот. Хороший вопрос. Или стоп. Но это все пересекается. Да. Значит, это пересекается. Значит, полностью безвозмездную поддержку вы можете получить только на первого ребенка. На второго же ребенка вам уже причитается материнский капитал и пособие от 1,5 до 3 лет. Вот о котором мы как раз говорили. Также пособие от 0 до 1,5 лет будет выплачиваться из материнского капитала. То есть ваш материнский капитал будет уменьшаться. Ну, если мы его сразу не потратили на улучшение жилищных условий или какие-то такие вещи. Так. 236-95-37. Телефон нашего прямого эфира для того, чтобы Владимир Барышев, наш соведущий, я бы уже даже так сказала, наш друг программы, и ваш специалист ответил на все вопросы. И вот пока повторяли пароли явки, уже появился звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? И ваш вопрос, пожалуйста. Так. Сорвался звоночек. Набирайте еще разочек. 236-95-37. Время еще есть. Из каких фондов, возвращаясь к нашей теме, да, прости, пожалуйста, ты перебил, Андрей, выплачивается вот это пособие, которое в размере минимального прожиточного минимума в регионе? На первого ребенка пособие будет выплачиваться, если вы подадите заявление в администрацию, в отдел социальной защиты населения. Или в МФЦ, который находится у нас близко к дому. На второго же ребенка фондом выплаты будет являться пенсионный фонд, так как это связано с материнским капиталом, мы говорили выше, поэтому заявление необходимо подавать непосредственно в пенсионный фонд по месту вашего жительства. Или в МФЦ. Так, есть у нас звонок? Поняли, а теперь сейчас еще будем разбираться со звонком телезрителя. Доброе утро, как вас зовут и ваш вопрос? Алло. Меня зовут Виктор. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Виктор, ваш вопрос. Здравствуйте. Мой вопрос такой, у нас здесь квартира приватизированная, разделена одна третья моя, и как бы мать умерла, и я отдал вторую часть, две трети, сыну. Ну, сын так же, как отсюда съехал, где-то находится в Красноярск, в известном направлении. Мне приходится за эту квартиру платить, за него уже, кихай, за себя. Как меня здесь с этим вопросом, чтобы его отсюда выписать или убрать? Вопрос понятен. Выписать собственника квартиры будет сложно, если невозможно. А вот разделить платежку вполне реально. Для того, чтобы разделить платежи по коммунальным услугам, необходимо всем собственникам договориться и обратиться в управляющую компанию, написав соответствующее заявление. Если это сделать нереально, тогда мы можем подать заявление в суд о разделении квитанции, по-русски говоря. То есть вы будете платить не более чем одна треть, так как вам принадлежит именно эта самая треть. Вот, Владимир, скажите, хорошо, но вот, скорее всего, сын Виктора не будет платить за свои коммунальные услуги. Будет накапливаться долг. Соответственно, он будет образовываться и приписываться ему. Но мы же знаем, что за долги у нас есть меры наказания. То есть там отключают свет, еще что-то, еще что-то. А квартира-то одна, ну, то есть и коммуникации, соответственно, тоже все одни. Не получится ли так, что Виктор, платя, грубо говоря, за свою половину, останется без каких-то коммунальных услуг из-за того, что у сына долги? Да, это является, безусловно, риском. На практике, скорее всего, так и произойдет. Поэтому Виктору необходимо, конечно же, решить эту проблему с сыном в первую очередь. Но если не получается, то делить квитанции все же придется, чтобы как минимум долг не лежал именно на нашем телезрителе. Так как это тоже накладывает определенные ограничения. Например, ограничения на выезд с территории Российской Федерации. Так, 236-95-37. Мы разбираемся уже сейчас попутно и с оплатами в жилищно-коммунальном хозяйстве. И снова у нас есть звонок. Ну, вы, когда приходите к нам в гости, у нас телефон никогда не умолкает. Итак, здравствуйте, как зовут вас? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Любовь. Ребеночку два года. Папа, мама не живет, элементы папа не платит. Мама, соответственно, сидит в декрете. Куда обратиться? Я поняла, в соцзащиту или в МХЦ обращаться? Но для этого надо ей справочку принести, заработ на плате. Да, действительно. А скажите, сколько ребенку полных лет, а точнее дату рождения назовите? Дата рождения 12 июня... Так, два года. Это что получается? 17-го года, да? Да. Видите, изменения, которые у нас вступают с 1 января 2020 года, то есть выплаты детям от 1,5 до 3 лет, они выплачиваются, если ребенок родился после 1 января 2018 года. Поэтому, к сожалению, на вас эта реформа распространяться не будет. Подождите, Владимир, но тут еще давайте сделаем все-таки подсказку. Вот была оговорка. Отец ушел, алименты не платит. Как в этом случае, давайте хотя бы сделаем подсказку, как можно вытянуть алименты с... Ну, то есть, да, заставить заплатить. Телезритель на связи у нас еще? Любовь, а вы на связи еще с нами? Нет, ну, в связи с вами, в любом случае... Первый пункт. Необходимо, конечно же, в судебном порядке взыскать алименты и определить их в сумму. Это может быть твердая денежная сумма или процентное соотношение к заработной плате, если отец работает официально. Второй пункт. Подать исполнительный лист или судебный приказ в отдел судебных приставов. Добиться возбуждения исполнительного производства. Если отец будет уклоняться от оплаты алиментов, то его должны привлечь к административной ответственности, а в случае злостного уклонения к уголовной ответственности. Это что касается ответственности, установленной кодексами Российской Федерации. Но есть еще и имущественная ответственность при образовании долга в соответствии с семейным кодексом. Начисляется неустойка в размере половины процента от суммы задолженности в день. И эта неустойка не может быть снижена даже по ходатайству ответчика. Поэтому долг расти будет очень быстро. И соответственно отец должен будет выплачивать рано или поздно. Кроме того, если отец вообще исчез, пропал или неизвестно его местонахождение, то можно в судебном порядке добиться установления факта отсутствия отца, добиться того, чтобы его признали временно отсутствующим. Тогда ребенок будет иметь возможность получать денежные средства в связи с утратой кормильца. Ну вот надеемся, что такие любые советы от Владимира Барышева помогут вам все-таки получать льготы и компенсации, и пособия за ваши трудные жизненные ситуации. Еще у нас есть звоночек, и это будет последний на сегодня. Здравствуйте, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Алло? Так, плохо слышно. К сожалению. Но не примем сейчас здесь в прямом эфире. Можете адресовать по телефону редакции или перезвонить по телефону прямого эфира. Мы, безусловно, запишем вопросы, и Владимир Барышев ответит вам уже в рубрике «Спроси юриста», который выходит каждый понедельник и среду у нас в программе. Но в следующую пятницу Владимир вновь вернется в нашу студию, и мы вновь, друзья, одну из животрепещущих тем подымем, обсудим и ответим на ваши вопросы. Владимир Барышев, в нашей студии мы говорим ему огромное спасибо, и тем более сегодня тема действительно была сложная. Жизненно важная, я бы даже сказала, поскольку дети... Мы вроде с ней достаточно понятным языком, благодаря Владимиру, разобрались. Владимир, спасибо. Вам спасибо. Доброго утра вам желаем, друзья. Ну а мы двигаемся дальше.